Девушки отдыхают Ребята, которые стояли Hardline от команды Мека Это всем известный Пегас и всем любимый Редженда Но не смогли навязать какое-то сопротивление Руары для своих противников Но там хорошо очень играл Мистер Хаус Потому что там на Мэдмане у него счет был, по-моему, сейчас вспомню То ли 10-3, то ли 10-4, но в общем отыгрывал он действительно очень хорошо Вот Так, момент Ну как обычно, именно в самый ненужный момент у меня Ребутнулся сам по себе интернет Тем временем, как мне уже говорили недавно То, что там какие-то проблемы у Твитча Почему-то постоянно приходится перезагружать игры Точнее не игры, а сам оффать стрим Потому что там что-то не получается Так Да, вот наконец-то мы возвращаемся Часто приходится оффать стрим Точнее перезагружать его Чтобы нормально канал Твитча там работал Вот, мы как раз вернулись В наш стримецкий Ну не знаю, с чем связаны эти проблемы Но я думаю, вскоре Твитчи поправят эту всю фигню И мы наконец-то уже начнем спокойно смотреть стримы Вот такие вот пироги Так что Не надо закидывать меня бананами Не только во мне проблема Я обещаю, скоро я куплю Сенор Роутер и все будет отлично Я его сам сделаю Не, не изобрету, конечно же А сам буду делать подключение Так, ну ладненько Пока мы тут подключались и переподключались Уже весь пик пролетел Давайте посмотрим, что есть у команды Мека У команды Мека есть Рапсодия Потом Тандра Дранкенмастер Ревенант И Свифтблейд У команды Рор есть Лотстоун Малекен Эмпаска Торт и Кракен Дабл мид через Кракена Или Дабл мид через Лотстоуна Чуть нифига не понял Лотстоун кого бустил Кракену что ли отдал Свои ветки А, ну в принципе да Лотстоун остается у нас соло мид Кракен пойдет в Хардлайн И два саппорта будут нянчить Малекена По крайней мере Сейчас ребятам с команды Рор Нельзя нафидить Так как они нафидили в прошлый раз Потому что это будет очень печально Такая печаль будет Ну чтобы такой печальки не было Надо сейчас договориться Ребятам Которые саппортят Это Старсик и Зерев Они должны саппортить именно Прямо как боги Потому что вот эти парни Не сильно таки любят прощать Своих противников Пегасус и Реджендус Так, а Тандра будут в соло Против Лотстоуна воевать И Сьюфтблейд будет с рапсодией Наказывать Кракена Ну а дать этому пацану Сьюфта Это конечно Конечно самоубийство мне кажется Ну не хочу обидеть команду Рор Но Я понимаю то что если бы здесь стоял Лотстоун Можно было бы еще побыковать на Сьюфта Но когда здесь будет стоять Кракен Там будет очень печально Потому что спидман из тех пацанов Которые всегда стоят перед Кракеном Так, тут у нас засада на Дранкенмастера Ну сразу в инвиз кидают Дранкена Старсик очень Поставил поздно Вардецкий Ну точнее очень рано поставил этот Вардецкий Хотел запалить вот этот Вард Реджендо И поэтому не получилось Уже много раз я видел как Фейлсноу играет на Тандре Против какого-нибудь Дабл Нида И все у него отлично получается Вот тут Робса Постепенно напрягает Кракена У Кракена есть его пассивочка Есть Тунами Чардж Тут также Пегаса и Реджендо Напрягают два саппорта Вот здесь они Занимают очень грамотную позицию Они постоянно из лесов их пичкают там тычками Но Реджендо еще во время вот этих Перетыркиваний успевает дамажить Малекена Если бы Я помню просто когда Я играл Это вообще были просто такие крики Когда Вражеский саппорт подходил И просто перетыркивался с Керри Стакуют Ну пока не пулят ребята из команды Рор Но сейчас будет как раз этот пул Реджендо тем временем напрягает Малекена Ну чем хорош этот Ревенант Тем что его тычки могут спугнуть любого керри Так давайте посмотрим по крип контролю 14-15 на 3 есть у Свирт Блейда Ну тут киллов явно не будет Потому что здесь каждый ждет ошибок Так что у нас у Малекена 7 на 2 Ну у Малекена У Малекена конечно действительно hardline Тут опять эти два жестких пацана Тусуются которые Постоянно всех напрягать будут Заход от ребят из Мека В лес Это конечно нехорошо Сейчас вот этот Колдунишка прибежит сюда И лайн пропушится Здесь также видна явная Ошибочка от саппортов Они своим вот этим дабл Стаком не убрали вражеского Своего колдуна Который сейчас будет очень сильно расстреливать Онтов Здесь очень серьезная прям война Между Тандрой и Лотстоуном Не позволяет Фейлсноу Как следует Расфармиться Мистер Хаус Но хотя по крипконтролю Немножко опережает Филдэст Срёгу А кто не знал Мистера Хауса зовут Сергей Ну много дамаги Очень много дамаги Наносит Тандра Что не есть приятно Для Лотстоуна Который Хедсмешем Мог бы немножко подолбить его А тут уже война за руну Ну сейчас через дрель Я думаю попытается Мистер Хаус Сейчас Смотрите, хорошо цепляет Прямо Миллиметром своей дрели Цепляет своего оппонента Тут Рапса Видит Инвиз Также у нас тут Кракен Тут какая-то жесткая погоня За рунами Между двумя мидерами Третий левел Есть у Дрангенмастера Третий левел Есть у Ревенанта Можно убивать кого-нибудь Из саппортов Да можно и самого Малекена Попробовать наказать Вот если бы Редженда играл Через Второй скилл Я думаю Можно было бы Через магический демос Попробовать Малекена пробить Но а сейчас Через Первый скилл Ну не знаю Мне слабо верится То что сможет пробить Своих противников Давайте посмотрим на Кракена 18-1 Круткин Вообще хорошо стоит Мурена Что-то где-то Непонятно где Ошивается У нас Ну спидмана Есть уже Фейзы Кстати Что-то я бы лапнул У нас Лотстоун Почему-то постоянно Хочется его Лордом Сальфорисом Назвать Не знаю почему Так Ну тут уже Неплохая такая война Перетыркиваются Сколько там дамаги 67 на 71 Мистер Хаус вынужден Пока Фармить крипов Хэтсмэшем Вот Один хороший приход Тундры И какой-нибудь Из саппортов Даже два саппорта Смогут Улететь В мир иной Для Мекки Будет фатально Если сейчас Вот они таким составом Едут Конечно я понимаю Два четвертых левела Но тут Все таки надо Понимать Что их трое Ай-яй-яй-яй Ну мистер Хаус Не будет рисковать Воевать Против Тандры Нафиг ему это надо Но Фэлсноу Раскидывается Топорами Так сейчас у нас будет Профилактический въезд В кого-нибудь Так Хорошо перекрывает Ревенанта Должны убивать Кого-нибудь Рева Но Рева Рева Отлично Все таки убивает Ревенанта Сюда еще И Лотстоун Прилетел В общем хорошая Была бы засада Но мы видим Первый по ГПМ У нас Все таки Спидман И Спидман у нас Формит БФ Вот он Негодник Опять наверное Будет Бегать Мучить Что ты мой Я уже испугался Дранкинмастера Пытаются у нас Нахлопать Но Я что-то не понял Пегас Что у нас Резко осмелел Он хочет получить Смэш Смэш Ну по крайней мере Да Сделали один килл Но все равно Преимущество Это какое Вы сами видите То что почти 2к По голде По экспе Все ровненько Это конечно Говорит о том Что два саппорта Пока сидят В засаде Ну хотя Смотрите Эмпаска у нас Получает Су-таки 137 Своих ГПМ У него С пиомпаса Все неплохо А вот Два пацана У ребят из Мека Все очень фиговенько Так ЗРФ Ну тут видят Дранкинмастера И надо его наказывать Надо Надо Наказывать Так Круткин Пришел А Кракена Надо убивать Должны Должны Сейчас Приговаривать Кракена Дранкинмастера Точнее Я уже просто Заговариваюсь Какой там Прикольный Ой-ой-ой Еще и Реджин Дориса У нас тут накажут Отлично Сейчас проводят Все свои Тимфайты Ребята из команды Роар Пока Лотстоун У нас тут Не понадобился Но не забываем Про вот этого Пацана Который Сейчас уже Подходит Постепенно Подползает 500 ГПМ Не раз Мы уже видели То что Сколько бы ты Не держал ГПМ Так Врыв В Тандру Хэтсмэш И должны И должны Убивать Ой-ой-ой-ой-ой Отлично Отлично Сейчас сработал Тандра И нечем Нечем Цепануть Его Какой левел Птички Птичка Только первого Левела Ну Птичка Не особо Нужна Сейчас Так Ну По крайней мере Я уверен То что Фэлфсноу Сейчас выживет Тандра Выживет У него Есть еще Фласка Он спокойно Фласка Отхилится Еще и может Кому-то из них По голове дать Дрель В перезарядке У Кракена Просто нет Маны Еще и Замедление Да Вообще Вообще Провалище Ладно Это все В принципе Поправимо Пока сейчас Роры ведут У нас 0-3 Но как вы видите По голде Все равно Ведут Пока Ребята Из команды Мека Спидман Что у нас Спидман Спидман Устакает Сейчас Мурена Постепенно Лиса Я думаю Через боев Спидман Будет спокойно Все Всех Забирать Он еще Ни разу Не был У нас В тимфайтах Ни разу Ни разу Поэтому Я думаю Когда Будет Массовый Тимфайт Я думаю Малекин Свитблейд Спокойно Объяснит Что он Где-то Был Не прав Вот Пока У нас Просаженный Немножко Редженда Не позволяет Ему Так Носиться По лесам Чужим Поэтому Редженда Я так понял Хочет Повоевать На других Лайнах Так Кракен У нас Приходит Мне кажется Для ребят Из команды Мека Надо поставить Вард Перед вышкой Потому что Вот эти Гоб Заходы А Пекас Сейчас Себя сам Ставит Невыгодное Положение И за это Будет Убирать Ой-ой-ой Сколько Всего Бахнули В этого Дранкен Мастера И Чудом Он просто Не выскочил Из ульты Постепенно Да постепенно Преимущество Падает Заметите Что Паша Спидман Пока не Пушит Тавр Уже Десятая Минута Скорее Всего Сейчас Он это И будет Делать Потому что Время Пришло Размениваться Таврами Здесь У нас Рапсодия Пытается Зацепить Лодстоуна Цепляет Лодстоуна Лоду Надо убегать А вот Сейчас Еще и запали То что Здесь Есть Стаки Спидман Скажет Спасибо Трипл Стак Вот Ну Сейчас Прибежит Задерживаться Он не Будет И Это Очень Печально По Смотрим 300 460 У Свифта И 332 У Маликена Но пока Только Все Начинается Для Фокусема Всего По чуть-чуть А тут Я так понял Лудстоун Хэтсмэш Но один раз В ревенанто Что тот Чуть Не азиап Или Кракен Кто там Был рядом Я просто Не видел Так У спидмана Почти уже Есть БФ Осталось Совсем Чуть На 12 Минуте Я думаю Уже Будет Не Не на 12 На 13 Минуте Он принесет И будет Идти Зачистать Леса Плюс Заглянет К вот этому Триплстаку Скажет Для Аруаром Спасибо Посып Пацаны Мне понравилось Так Ну тут Пытались Зацепить Лудстоуна Я не думаю То что Не думаю То что Это хорошая Идея Потому что Лоды Не такой Простой Пацан Которого Можно будет Увидеть Вот эти Приколы С отменянием С нажатием На ульту И отмены Его Это вообще Просто Забехить Так Рапсодия Рапсодия Постепенно Перекочевывает В леса И должна Начинать Стакать Для своего Кэри Для Кэри Осталось 250 Монет До БФ Ну как я и сказал На 13 минуте Будет БФ У Спидмана Он кстати Походу Дела Ни разу Не юзал Свой первый Скилл Самый Пассивный Свифт За всю Историю Хона Вот кому Вообще Живется В этой игре Хорошо Мистера Фокус Эмо Там все Бегают Напрягают Что-то с ним Пытаются Сделать А тут Бегает Парень Фармит Никто не мешает Наконец-то Юзанул Свой первый Скилл Да все БФ Сейчас Легит К Спидману Тут Чуть-чуть Подфармливать Ранки Мастер Кстати Ну Транки Насколько раз У нас Убили Два Раз Убили 237 Кпм Он держит В принципе Для Хардлайнера Это Не есть Плохо Ай-яй-яй Вот тут Забирают Как раз Ребята Из Руаров Стаке Но Непонятно Мне решение Да Именно От Спидмана Ой-ой-ой Тут еще Малекин Под ДД Но Он Просто Справился С этой С этой С этой Сей Бандой В тем Временем Малекин На своих Коньках Перекочевывает Обратно На топ Да Тут Умнеки Будет Небольшая Проблема Что Я скажу В плюс Для ребят Из команды Руара Они Понабрали Вот Таких Толстых Инициаторов Малекин Такой Толстоватый Кракен Толстоватый Вот Стоун Тоже Толстоватый Вот Поэтому Здесь В принципе У них Хорошая Задумка Поэтому Свифт Даже При Хорошей Распрыжке Не сможет Убить Кого-то Из них Надо Еще Успеть Включить Первый Скилл Там Покрутиться Немного А мы Знаем То Что Кракен Уедет На Цунами Чарджи Малекин Сможет Улететь В общем В принципе Пока Самоубийством Команды Роар Не пахнет Они хорошо Играют 0-4 Счет Мека Постепенно Начинает Наращивать Своё преимущество По голде Но тут Тут видно То что Ребята Немножко Играют Поопытнее Потому что Они Растягивают Своих соперников Постоянно Малекин Куда-то Должен Передвигаться Вот сейчас Он Остался в покое Пегас В орбит На Топ-лайне Эти Эти пацаны Вот начали Уже куда-то Куда-то пошли А тут у нас Тоже Трипл стак Поэтому Вот он Куда пошел А если пульт Тонул Я бы Аплодисменты Просто сделал Так Ну Сьюплейт У нас Спокойненько Забирая Так Тут у нас Мурена Ещё Чё-то Успел Симтон Спойлер Крысануть Кстати Заядливые Инт Свифтблейды Сейчас бы Начали ругаться На прокачку Скиллов От Спидмана Сколько мне Говорили Но Свифты Качаются Через Первый Скилл Один раз Криты В Десворд И Потом Ульта И плюсики Вот То есть Чтобы Сам Свифтблейд Был Немножко пожирнее Чтобы его За одну Крутилочку Каталат Тут у нас Пытаются Убить Импаску Импаску Должны 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 Спасти Отлично Маска Спирается Вот тут Ой-ой-ой-ой Свифт Начинает Разбрыгиваться Хороший релиз И должны Убивать Свифтлейда Малекен Убивать Отличная Ульта Трапсодии Свифт Живет Надо Убегать Надо Убегать Свифту Малекен Догони Догони Его И это Минус Свифт Бум Отлично Играет Сейчас От Ребят Из Руар Давай 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 Переключи Ботинки Не знаю Почему Сейчас Мистер Хаус Решил Не пойти Дальше Ой Это Не Мистер Хаус Это Мистер Фукус М Простите В принципе Форма Закончилась Тут Конечно Тоже Завардились Ребята Из Руаров И 3-7 Счет Даже Если Учесть То Что Остановили На чуть Фарм Свифт Блейда Он С этого Замеса Вышел Почти 2к Голды Свифт Такая Мерзкая Творина То Что Как бы Ты его Не бил Он все равно Своё Нафармит Он все равно Ультанет Он заберет Одного Потом еще и Заберет Через Первый Скилл Другого В общем Ужасный Герой Его Надо Нерфить Сделать Его Таким же Как Допустим В той же Самой Доте Чтобы Он На первом Левеле Не смог 400 Или Сколько Там 350 Или 400 Дамаги Просто За Один Первый Скилл Нанести Потому Что Это Сильно Так Очередной Врыв Кундры Но Только Уже Торта И Сейчас Фейл Снова Должен Умирать Тут Подходит Кентавр От Литра Хаоса И Это Будет Скилл Ну В общем Такие Вот Пирожки Маликен Тут Гоняет Ранкин Мастера Но У Пегаса Есть Хоста Он Не Сможет Немножко Че-то Так Дамаги Вообще Было Много Если Бы Не Хоста Пегас Бы Отсюда Улетел Просто В Таверну Телепортация Была Бы Так Видят У нас Эмпаску И Эмпаску Сейчас Будут Забирать Но Тут Стенка Не Никак Хорошая Была Попытка В принципе Умереть От Крипов Но Она Не Увенчалась Успехом Лоды Лоды Когда Будет Пока 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 Нет Круткина Есть Пока Видят Лодстоуна Сейчас Также Увидят Стаки Они Сами Пошли Сделать Стаки 18 Минута По ГПМ Мы Видим Что У нас Происходит В Следующем Тимфайте Я Уверен То Что Ребята Из Мека Будет Таргетить Так Врывается У нас Дранкенмастер Дранкенмастер Тандра Кидает Свой первый Скилл Сив Так Вот что Он сейчас Зарвется Но Кракен Умрет Так Отлично Свитлэйд Ну и Свитлэйд Сейчас будет Убивать Маликен Маликен Живет Маликен Под эмпаской Отлично Начинает Напихивать Но Маны Нету Что Что Происходит Беги Беги Один удар Один удар Один удар Один удар Один удар Остается Мурена Живет Ух уж Этот Мурена Зарев Отлично Зарев Отлично Добивает Но сейчас Реджендо Должен Включить Месть Просто За своих Друзей И Тимфайт У нас Получается Был В 2 в 3 Не успел Ассасин Шрау Доехать До Спидмана Там очень хорошо Сыграли Сейчас ребята Из Руар Как вы видели То что Отлично Застанил Своим Минотавром Мистер Фокус М Спидмана И Поэтому Он очень Много Дамаги Получил И так же Как он Выжил Как этот Маликен Выжил Хорошо Распрыгался Конечно Свифт Но там Ценой жизни Минотавра Он остался Живой Так же Не дали Умереть Маликену И убили Свифта В принципе Говорю У Руаров Есть реальные Шансы Выиграть Но Но Ставки Очень велики Маликен У нас Собирается Следующим Итем Выходить На криты Я так понял Мистер Фокус М не собирается Варить Нишаранку Ничего Нибудь Другое А сразу Именно Криты Я не думаю Это будет Раус Так Сцепляет У нас Вот Стоуна И начинает Через Первый Скилл Свифта Его Пробивать Так Свифт Айяяй У Свифта Сцепляет У У Краткин Краткин А сейчас Запалится Краткин Не Ну Тут Было Очевидно То Что Все Начали Расставлять Контр Варды И Если Он Попробует Зайти За Спину Это Будет Печалька Так Отлично Кракен У нас Выходит Тем Временем Кстати Здесь Вардецкий От Старсика И Сейчас Будет Очень Хороший Утаг И Сейчас Будет Массовый Тимфайт Малекен Малекен Ультает Только По Одному Так Убивает Быстр Карта Дракен Мастер Живет Свифт Свифт Вообще Малит Пока Отсюда И Начинает Улетить Мистер Свифт Блейд Пока Не Убивает Никого Ой 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 Малекен Малекен Отлично Переключается Отличная игра От Фокус Сэма Просто Отличнейшая Игра От Фокус Сэма И не убили Только Ревенанта Да Я тут Все Отличная Игра От Фокус Сэма Фокус Сэм Конечно Реально Красавчик Он Успел Переключить Инсанитариус Пока Ему там Дамагу Наносили Вот А еще Замечу Отличная Игра Была От Мистера Хаоса Он успел Дать Хэтсмэш Для Свифт Блейда И они В общем Вместе Скопытились То есть Выключив Свифт Блейда Ребята Из команды Хеллборна Могут Спокойно Растаскивать Всю остальную Команду Потому что Тандра Не сильно Много Дамажа Для Малекена И также Дранкенбастер Дранкенмастер Проюзав Свой первый Скилл Все Он может Конечно Наступить Через третий Скилл Но после Того Он Начинает Просто Бить С руки С руки Не особо Сильно Много Дамаги Кстати Свифт Блейду Я бы Посоветовал Приобрести Эбисел Потому что Потому что Ему Нечем В принципе Хилиться Вот Пвп Когда Они Устраивают Между Малекен Малекен Не всегда Сидит Импаска Импаска Это Вообще Просто Столько Буста Дает Для Малекена Поэтому Свифту Надо Как-то Принимать Решение Какое-то Другое Если Спидман Конечно Решит Себе Приобрести Генжуру Хотя У спидмана Может быть Такие Дейки Почему Нет Мне Больше Интересно Ребята Пока Не Завардили Тут А Не Ну Имеется Ввиду Мековцы Пока Не Видят То Что Здесь Происходит Хотя Я знаю То Что Ребята Привыкли Очень Много Контроля Оставлять По всей Карте Тандра Тандра Пока Пока Имеет Только ПК Больше Ничего Сейчас У Тандры Нет Я думаю То Что Старсика Он Еще Не Сможет Забрать Или Сможет Кто Его Знает Может И Сможет Может И Сифт Семнадцатого Левела Малекин Шестнадцатый Приобрел И Уже Есть У Него Первые Рикшарды Или Третьи Первый Так Размен Т2 Товерами Но Сейчас Ребят Немножко Подамажат Кинжуру Выбрал Спидман Не Не Знает Чем Это Чем Это Связано Надеется Очень Сильно На Мурена Мурена Очень Быстро Вырезается Примерно С двух Ударов Ой А тут У нас Сбили ТП Для Малекена Отлично Играет Сейчас Мека И за Это Сейчас Кстати Сулит Тем Что Заберут Сторон Ребята Из команды Мека Так Будет Прыгать Ай Неудачно Прыгает Свип Но тут У нас Появляются Гриппы Лот Лутстоун Свиста Надо забрать Это будет Минус Хорошо Играют Руары Очень Хорошо Лутстоун Постоянно Жертвует Собой Так Цепляете Цепляете Ревенанта Инвиз Дабл Инвиз Сразу Просветка Зачем Что Ты его Вытолкал Не Реджендо Просто Такими Мувами Конечно Очень Сильно Опасен Но Тут Просветочка Есть Ну В принципе Даже Без Малекина Отбились Но Чуть Не Потеряли Сторон Это Было Бы Очень Печально Так Уже Второй Воу 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 Хонтик Повис Да Ё Моё Так Такая Печаль Придется Хон Перезапустить Ой Походу Дело От Напряжения Данной Игры У меня Просто Уже Комп Тоже Спотел Хотя У меня И в комнате Жарко Так Так Ну Пока Как я уже Говорил То что У Руаров Сейчас Есть Отличный Шанс Выиграть Эту Игру И перейти На Третью Катку И Постепенно Появится Шанс Теснить Ребят Которые Уже Просто Зачесались Сидеть На Топ 2 Топ 1 Топ 2 Там Мека Постоянно Сидит В топе Никогда Их Никто Никто Не Скидывает Но Сейчас Скорее Всего Руары Могут Наказать Ребята Из Мека Даже Если Не Учитывать Тот Факт Что Первую Катку Слили Руары Вообще Просто Изи Быстро Изи Бризи Так Возвращаемся Ну ладно Тут Ничего Не Произошло Такого Сверх Естественного Кто-то Свалил Может У Ребят Из Мека Кто-то Собирает Нет Никто Не Собирает Эбисал Ну Ну Потому Что Блин Ну Ребята Я Сколько Наблюдаю За Свистблейдами Если У него Нет Хилок Ну Нечем Ластилиться Это Приводит К тому Что Он Просто Дохнет Он Просто Дохнет Вот Такие Вот Пирожки Потому Что Да Он Дамажит Очень Много Вот Просто Бах 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 Но Малекином Перетыркиваться Которого Еще От количества ХП От количества ХП Когда он Начинает Бить Быстрее Это Просто Не знаю Мега Печально Становится Так Очередной Трипл стак Сейчас Бит Команду Рор Угадывать Они Неугадаемые Дранкин Пришел Ну тут Вся Команда Мега Подтягивается И это Будет Атака На Кракена Так Птичка Помирала Так Пытается Увести Сейчас Тундру Но Не знают Ребята Из Руаров То Что Здесь Все Лол Спидмен И Начинают Убивать У нас Кракена Кракен Кракен Умирает Даже Не успев Ничего Поставить Вот Отлично Принимает Сульту На себя Так Малекен Малекен Начинают Под критами Просто Насаживать Просто На Копия Тандра Это Минус Даже Еще И За Танем Кракен Выкупился Аййяйяй Дабл Дамаг Меч Кладенец Это Минус Банкен Это Просто Чемпион Оф Невер Сейчас Я бы задумался На месте Команды Мека Потому что Реально Все Фигово Становится Когда Свифт После того Как Произал Ульту Просто Бежит Бежит Текает Риф Шарды У нас Уже Четвертого Левела Мистера Фокус Сэма В принципе Будиня Отлично Справляется Своей Задачей Кэрри Сейчас Еще Приобретет Токен И У Команды Ковар Появится Отличная Возможность Перейти На Следующую Игру По Экспе Они Уже Лидируют Но По Голоде Пока Чуть Лидируют Ребята Из команды Мека Ну я сказал Пока Лидируют Да С такими Темпами Мне кажется Остальные Команды Будут Спокойно Отдавать Свифта Для Мекки Ребят Легко Так А сейчас Мы посмотрим Что же Вот эти Два Пацана Изобретут Будут Ли убивать Кракена Нет Крипы Подошли И собираются Отходить Увидев Здесь Тарта Также Кстати Заметьте В прошлом Кеймфайте Свифт Уданул Маликена Он там Чуть Попрыгал Нанес Ему Чуть На Маликен По-моему Вообще Не почувствовал Кто сказал Давай Гоу Гоу Файт Дальше Что ж Такое Да Странная Конечно Фигня Происходит Надо будет Немножко Поспрашивать У Твичей Что это За Вообще То ли Меня Выкидывает То ли Наключает Какие-то Траблы Ну В общем Ладно Сейчас Размена Идет Т2 Таверами Ну Тут Сразу Похот ТП Но тут Ушел Только Кракен Маликен Остается Маликен Сейчас Своей Клюшкой Добьет Этот Тавер Так Встретятся Так Видят Свифт Плей Туркуют Кракена И Кракен Минус Очень Быстро Тут еще Выпал Бонус Бонус Умирает Да что ж Такое Трансляция Запускайся А все равно Добили Тавер Видите Мерзкий Звук Еще Издает Да лол Что ж Такое Ладно Пока у нас Есть Буквально 30 секунд На самом деле Не знаю Что Вообще Происходит Почему Именно Так Почему Такая Гадость Ладно Ладно Я Я же Отомщу Такое ощущение Что что-то Пытается Насолить Стриму Че И ОБС Офнулся Ну Лол Ну да Вроде 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 Хилимся Живем Вот В принципе Я так понял Ребята Даже не заметили Мои пропажи Я возвращаюсь Сейчас в игру Почему-то Не знаю Вот эти Микро Не знаю Вот эти Микро Зависания Реально Меня Сейчас Подбешивают Скорее Всего Время Почистить Комп Почистить Комп Поругаться С провайдером Рассказать Ему То что Я о нем Думаю Потому что Я понимаю Сейчас Тогда Когда я Сидел В зрителях Мне Очень Сильно Не нравилось Не нравилось Та фигня Когда Стрим Постоянно Падает В принципе Ваша Ярость Ко мне Будет Объяснима Тут У меня Хон Выкидывает Еще Что-то Хэтсмешем Добивает Собаку Сейчас 600 ГПМ Имеет Сьютблейд 4К У него Голды Так Малекин Начинает Хорошо Она дамаживает Малекин Дранкенмастера И сейчас Это будет Минус 2 В исполнении Коммандора Орт Хорошая Та От Кракена Но она Чуть-чуть Затормозила Твоих Так Малекин Убивает Рапсодию Рапсодия Ой-ой-ой Миссанул Конечно Фокус М Но все равно Не оставил В покое Рапсодию Рапсодия Умерла Так Ну остается У нас Тандра Из Сьютблейд И я не знаю Что сейчас Надо сделать Ребятам Из команды Мега Чтобы затащить Эту катку По-моему Все Очень сложно На ней складывается Какой следующий айтем Выберет у нас Мистер Фокус М Почему Спидмен Просто игнорирует Какой-нибудь Лайфстил Какие пазлы Вторые пазлбоксы Появляются У Тандры Хотя нет Это третий Летят к нему Как раз уже Что-то Что-то Он собирается Купить Продал ТП Даже так Если Ну допустим Соберется Пофайтится Сьютблейд Против Малекена Вот 1 на 1 Да 600 Вот Крит Он сейчас Бомбанул Да Там Может Ну Что-то Ему надо Еще Может быть Бабочку А может быть Все-таки Эбисал Не знаю Не знаю Не знаю Не знаю По моему мнению Все равно Надо что-то Придумать Сейчас Для Спидмана Потому что Это Конкретный Фатал Эрор Если он Так будет Дальше Продолжать Граткий Мастер У нас Постепенно Выходит На шранку Так У Фокусема Закончился Токен И сейчас Можно Для Ребята Из команды Мека Подраться В принципе Можно Подраться Есть Чем Подраться И можно Подраться Аганим Собирается У нас Ну почти Дособирал Редженда Спорный Итем Бабочку Приобретает У нас Свистблейд Но это Скорее всего Уже All-in Идут Ребята Из команды Мека Потому что Байбека Нету Спидмана В случае Неудачного Тимфайта Ребята Просто Просто дадут Минус Две стороны Это Процентов Двести Заход Сейчас Со стороны Меков Питает Маликен Маликен Езд Сейчас Маликен Ультанет И это Будет Просто Здрасте Все Тут Можно Писать Для ребят Из команды Мека Можно Писать ГГ И все Остался Один Килл Для Осталось Один Килл Для Фокусема И это Будет Иммортал ПК На Маликен Уже Почти 600 ГПМ Есть у Мистера Хауса Ой Мистера Фокусема Еще Рядом Стоят Мерзавцы Ну и Все Надо Сносить Две Стороны Это Вообще Будет Изи Тем более ДДеха ДДеха Вот Она Есть Спокойненько Бам Бам Думаю Так и должно Было Быть В принципе Ну и Сейчас Если Мяка Действительно Проигрывает Эту Катку Можно Даже Повукавить И Сказать А Джукер Ж Гавар И Как Собирать Сьюфблейда И 600 ГПМ На Сьюфблейд Не Перетащил 400 ГПМ На Маликена Это Прискорбно Давай Господа Это Прискорбно Так Ну что Это у нас Одна из Последних Тимфайтов Маликена Пытается Убить Кота Этого Маликен Живет Нет Маликена Убивают Свифт Свифт Еще пока Ни в кого Не ультовал Также У нас Убьют Сейчас Эмпаску Эмпаска Минус Тандра Тандра Конечно Ошибся Немного Но Лодестон Лодестон Еще и В инвизе Печалька Свифт Блейда Релизят Ой Маликен Ультует Маликен Надо ультовать У Маликена 5 секунд До ульты Но все равно Все равно Убивать Свифта Свифта Убьют И это Минус 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 Пытались Не забрать Маликена Но Ну Никак Красавчики Руары Что еще могу Сказать Красавчики Просто Очень сильно Минус Как для Мекки Не хочется Проигрывать Я прямо Вижу Ребята Бьются Таны Так Тарта Убивают Ток Тарта Убили Не знаю Почему Его бросили Его тиммейты Для меня Это небольшая Загадка Редженда Начинает Воевать Против Кракена Замедляет Его Кэтмен Лол Очередная Пауза От команды Мека Кстати Уже Посмотрите По галде 9к преимущество По галде От кабады Рор И 15к преимущество По экспес Также За командой Рор Я думаю Для Мистера Фокусема Сейчас Что Фокусему Можно купить Купи Даймоник Даймоник Что там Еще Можно Малекену Все Можно В принципе Сейчас Малекен Такая Машина Для Убийства Можно Даже Купить Трапиру И Просто Всех Убить Хотя Ладно Не слушай Меня Ну Ба Купи Даймоник Либо Либо Что там Малекен Собирается Еще Ну Я думаю Винбол Он Не будет Собирать Саваж Тоже Можно Почему Бо И Нет Да Можно Вообще Тараску Купить И стоять И не париться Что тебя Там Бьют Но Все равно Я голосую За Даймоник Некоторые Извращенцы Покупают Еще И Молнии Кстати Почему Почему Нет Названия Рецепт Модификатор Молний Во Как Это Называется Сейчас Даже Не удосужились Назвать Его Интересно А если Собрать Малекену Этот Став Оф Мастер Нет Ему Не Собирается Было Было Круто Что Небудь Ему Какой Небудь Баф Сделать Продолжаем Походу Дело Очень Сильное Напряжение У Командора Ор Никто Не Выдерживает Просто Вечно Шастает По Туалетам Вот Я Тут Свернул Чатик Савашку Или Кирасу Малекену Савашку Или Кирасу А Кстати А почему Быть Сатаник Ему Ещё Не Доварить Под Сатаником Вообще Можно Было Бы Крутые Темы Делать Можно 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 Смотрите Аморф Тут Активно Болеет Сейчас За Командор Ор Так Пытаются Сейчас Мековцы Забрать Конгора Но Тут Есть Вар Детский Прыгают В Ампаску Ампаска Должна Умирать Ампаска Прыгай Ну и всё И сейчас Быстро у нас Улетит В таверну Тандра Даже не Пожалели Ну кстати Отвлекающий Манёвр От фейл Снова Сработал Хорошо Но А Есть Байбэк Сейчас У Фёдора И Время Крипы Казармы Лучников Бомбят Сейчас Переходят На Ботлайн Где У них В принципе Получится Я бы А Вот Сатаник Есть Да Я тут Только о нём Подумал И Кусем Его как раз И приобрёл Кстати У нас По чуть-чуть До Доходит Уже Скоро Хекс Будет У Мистера Хаоса И Также Что-то Что-то копит Сейчас Кракен Интересно Что же он Копит Команде Нужен Даймоник Потому что Минус Армора От Дранкенмастера Не есть Хорошо Кстати А чё Они не пошли Пока Есть Время Есть Время На Токене Подождём Пока Сами Товарищи Из Мека Пойдут Ну Моя Не понимать Эти Мовы Ветра Появляется У Эмпаски Наконец-то Эбисол Появляется Хоть У кого-то В Команде Мека Хорошо Что Хоть Не У Ревенанта Так Вся Команда Ну почти Вся Команда Полетела У нас В инвизе И сейчас Как раз Привет Мурена Так Летает Сразу У нас Свифлет Ему прилетает Маликен Маликен Начинает Хорошо Нарезать Свифта Свифт Бежать Свифт Начинает Убивать Одного Так Вот стол Вот стол Убегает Но сейчас Маликена Перетыркают Их очень много И это И это Комбэк От Мека Убегает Кракен Кракен Бежать Не отобрали Даже У Свифт Блэйда Токен Это Конечно Печаль Нет Нет Байбэка У Маликена Цепляет Свифт Блэйда Релиз Кракена Сейчас же Свифт Выживет Свифт Свифт Появляется И начинает Драться С Маликена Маликен Ай Как же Он быстро Умирает Лол Фокус Что ты Наделал Мистер Хаос Опять Кого-то За собой Утащил Утащил Тандру Но это Все Это Это Мать Моя Женщина Камбэк Просто Отличная игра Сейчас От команды Мека Которая Просто Обратила Поражение В победу Я Честно Говоря В шоке Было 10к Преимущество От команды Роар А теперь Уже Преимущества Нет Есть преимущество Только по экспириту Она Сейчас уже Такое Мнимое Моя Бойбэка От Малекена Нет Бойбэков От Кракена Есть Бойбэк От Лотстоуна Но Это Ничего не Дан Так Лотстоун Пытается Убить Свифт Свифт Убрет Продали Спидмана Это Нормальное Явление Гем Гем Разбил Редженда Редженда Разбил Гем 8к Преимущество Сейчас За командой Роар Но Минус Две стороны Две стороны И самое Главное Это Две Такие Пакостные Стороны По бокам Топ и бот Они потеряли Лотстоун У нас тут В виде Дранкинмастера Сразу Чувствует Ульту У нас Пегас Не хочет Связываться С этой Фигнёй Так у нас Появляется Что-то Точнее Появится Сейчас У Спидмана Потому что У него 5500 Есть на кармане И Роары Себя Сейчас ставят Очень затруднительное Положение Если они Ещё один Такой Тимфайт Проведут То GG Ну это Это реально Беда Ну Ё-моё Помахнулся Я не знаю Почему Почему Пожалел Сейчас А вот Почему Я не думаю То что Видел Сейчас Фейлсноу То что Здесь Товарищ Форбит Поликин Ну Ну в общем Для Мекки Сейчас Под инвизом Можно опять Пойти Кого-нибудь Там Шлёпнуть Пока Не законтролили Свифт Блейда Так Что у нас Появляется У нас Появляется У свифта Ну вы Сами видите Что появляется Геометрия Да Ну тут уже Да Были спалены Потому что Крипы Начали Таранить Пегаса У Пегаса Есть у нас Шранка И сейчас Просто Рейд От команды Мека Мека Несётся Вперёд Им Остаётся Совсем Чуть Чуть Чтобы Выйти Следующий Раунд Лазеров Остаётся Совсем Чуть Просветили Птичку Птичка Как раз Светит Всех Пацанов Если Опять Так же У нас Въедут Маленькина Это Будет Фатально Фатально Будет Для команды Роар Та же Самая Ситуация И у Мека Если Въедут Свифта Свифта Убьют Всё Пацаны Будут Вынуждены Сидеть На базе И ждать Байбэков Как-то Много Слишком Дамаги Под Аганимом Наносит Ревенант Обычный Билот Тридженд Постхейст Уже Есть А чё Они решили Через Топ Зайти Ну тут Тоже Вард Детский Есть Я не думаю Что Роары Настолько Опрометчиво Просто Отдадут Эту Игру Так Кракен Кракен Хорошо Релизит Релизит Так Свифт Не успевает Раскрутиться Отлично Ульта Трамсодии Сэвид Свифт Распрыгивается Убивает Кракена Убивает Лодскоуна И сейчас Будет Убивать Маленькина И всё Это ГГ Ну Это Очередной Момент Когда Выигрышная Игра Проигрывается Слишком Сильно В себя Поверили Ребята Из команды Роар И что Привело К их Поражению Ну В общем Такие Пироги Поздравляем Команду Мека С проходом Следующий Этап Они у нас Получают Две победы Сейчас Не В принципе Роры Вообще Красавчики Играли Очень Сильно Молодцы Ребята Потели Старались Но Не хватило Вот эти Мелкие Ошибочки Которые Приводят К поражению Они Всегда Пугают Ну Так как Команда Молодая Мы им Это Прощаем И Скажем Им пока На этом Турнире Ну А с Мекой Мы встретимся Уже В следующем Раунде Следующий Раунд У нас Начнется На самом деле Не помню Когда начнется Следующий Раунд Именно В лузерах По-моему Завтра Не Завтра Как раз Тоже Лузера Будут Так что Все Норм Мека Переходит У нас В финал Лузеров Да Все Окей Ну что Дамы и господа С вами был Гриша Лак Всем спасибо Что вы наблюдали За нашим стримом Болейте За любимых Команд Любите Хончик И катайте Него По вечерам По ночам И В общем Любите эту игру Всем пока Дамы и господа